Абхазия Начал Бог распределять земли между народами, чтобы каждый знал свою родину и заботился об Отечестве. Все пришли в назначенный день, и только Абхаз явился с опозданием. На вопрос, почему он не пришел вовремя, человек ответил, что у него был гость, а гостя нельзя оставить без внимания. Господа растрогал поступок человека, ведь он сам заповедовал встречать гостя как Бога. Следовательно, Абхаз поступил по завету Божьему и подарил Бог ему райский уголок, который приберег для себя замечательную страну между горами и морем. «Страна души» – так переводится с абхазского название этой маленькой, неповторимой, удивительно гостеприимной и кристально чистой, как горный родник, страны. Живописные горы, теплое ласковое море, буйство красок, южных цветов, ароматы магнолии и олеандров – это Гагра – субтропический оадис Абхазии. Этот курорт одинаково подходит как для молодежного активного, так и для спокойного семейного отдыха. История курорта связана с именем принца Альденбургского. Это он построил вдоль берега моря дворец, водоречебницу, уютные беседки, заложил великолепный приморский парк. Гагра хранит многочисленные реликвии древней истории. У въезда в город находятся руины легендарной крепости Абаата, построенной более 15 веков назад для защиты от иноземцев. За ее стенами – Гагрский храм 4-5 веков. Он действующий и относится к числу древнейших православных храмов не только Абхазии, но и всего христианского мира. В нескольких километрах от Гагры по Черноморскому шоссе находится курортный поселок Цандрипш. Здесь сохранились руины храма 6 века, так называемой Цандрипшской базилики. Она относится к наиболее ярким раннехристианским памятникам Абхазии, сохранившимся в первозданном виде. Каждый уголок этой земли красив по-своему, но особенно привлекает красота нерукотворная, первозданная, уникальный памятник природы Бзыбское ущелье. В этом живописном горном ущелье, словно драгоценный камень, сверкает голубизной небольшое озеро. Оно питается подземными источниками, поэтому вода здесь чистая и прозрачная. А нежно-голубой цвет, потому что дно озера покрыто отложениями лазурита, который виден сквозь прозрачную толщу воды. У голубого озера тоже есть своя легенда. В старину здесь была пещера, в которой жил столетний старец. Его яркие голубые глаза излучали мудрость и доброту. Местные охотники приходили к нему за советом. Но однажды на ночлег к старцу попросились незнакомцы. Увидев большое количество шкур, гости решили завладеть ими. Убили хозяина и спешно стали складывать шкуры в мешки. Вдруг мощный поток воды хлынул в пещеру и погубил убийц. Так и образовалось голубое озеро, напоминающее о голубых глазах мудрого старца. На месте слияния двух горных рек Геги и Юбшары находится еще одно удивительное явление природы – Гегский водопад. Он образован речным потоком, текущим из недр Карстовой пещеры сквозь незаметную расщелину. Кажется, что вода падает с 50-метровой высоты прямо из середины скалы. Здесь всегда свежо и прохладно. Кстати, именно у Гегского водопада снималась знаменитая схватка Шерлока Холмса с профессором Мориарти. В середине своего течения река Юбшара протекает по узкому ущелью, которое, сужаясь, образует глубокий каньон – Юбшарские ворота. Глубина каньона около 500 метров. Название Юбшарские ворота не случайно. Две скалы огромной высоты здесь смыкаются, почти соприкасаясь друг с другом, наподобие каменных ворот. Это место уникально тем, что солнце попадает в каньон всего на один час в сутки. Озеро Рица в переводе с абхазского означает «у подножия гор» – жемчужина Абхазии, настоящее чудо природы этого края. Как гласит древняя легенда, жили в этих краях три брата и сестра. Удивительной красоты девушка по имени Рица. Когда братья отправились на охоту, девушку похитили два лесных разбойника – Гега и Юбшара. Увидел это горный сокол и полетел за братьями. Первым на стик разбойников младший брат, метув в Юбшару, свой богатырский щит допромахнулся. Щит упал поперек реки, вода хлынула в долину, образовав огромное озеро. Вырываясь из цепких рук разбойников, Рица не удержалась и упала в озеро. Испуганные Гега и Юбшара пытались спастись бегством, но настигла их вода и превратила в бурлящие реки. А охваченные горем братья Рицы окаменели и превратились в высокие горы. Так и стоят они над прозрачной гладью озера, охраняя вечный покой своей сестры. Это озеро самое крупное и самое знаменитое в Абхазии. Протяженность его около двух километров, а максимальная глубина достигает 131 метра. Зимой озеро иногда замерзает, сияя зеленовато-голубым светом, а прозрачность воды достигает 10 метров. Бирюзово-изумрудные воды в контрасте с темно-зелеными поросшими лесом берегами производят невероятное впечатление. Красивые пейзажи, богатая растительность субтропиков, мягкий климат и теплое море, исторические и природные памятники. Всем этим славится абхазский город Новый Афон. У этого города очень древняя, богатая и во многом трагическая история. Еще в первом веке нашей эры двое из 12 апостолов Андрей Первозванный и Симон Канонит прибыли в абхазские земли для распространения христианства. Апостол Андрей проповедовал в Анакопии, близ Нового Афона, затем в Питиунте, нынешней Питсунде, далее берегом моря он отправился в Босфор, а Симон Канонит остался в Севасте, нынешнем Сухуме и проповедовал среди горцев. Близ Нового Афона на берегу реки Пцирский принял он мученическую смерть за свои христианские убеждения. На месте его гибели в 9 веке был воздвигнут храм, который является уникальным памятником абхазской школы церковного зодчества. Еще сто с лишним лет назад Антон Павлович Чехов, побывав в этих местах, написал «Кто был в Новом Афоне и не посетил Иверскую гору, подобен тому, кто был в Риме и не видел в Ватикане римского папу». На Иверской Абсарской горе на высоте 350 метров над уровнем моря находятся разваленные Анакопийской крепости. Когда-то здесь был красивейший и крупнейший город на Черноморском побережье – город-крепость, столица Абхазского царства. В 736-737 годах у этих стен было остановлено 60-тысячное арабское войско. На этой земле нет камня, который не хранил бы следы кровавых побоищ. В недрах Иверской горы расположена знаменитая во всем мире Новоафонская пещера. Это природное чудо, настоящий подземный город с гигантскими залами, глубокими подземными озерами, высокими каменными сводами, удивительными сталактитами и сталагмитами. Миллионы лет пещера скрывала свои тайны. В 1961 году 16-летний житель Нового Афона Гивис-Мыр попытался в одиночку спуститься в этот загадочный темный колодец. И лишь вторая попытка уже в составе специальной научной экспедиции увенчалась успехом. Так была открыта Новоафонская пещера. В качестве объекта туризма пещера стала функционировать с 1975 года. Сейчас туристов вглубь пещеры доставляет комфортабельный электропоезд. И начинается путешествие в подземную сказку. На склоне Афонской горы сияет золотыми куполами православный Новоафонский монастырь святого апостола Симона Канонита. Основан он в 1875 году монахами русского монастыря святого Пантелеймона из греческого Афона при участии российского императора Александра III. В 1888 году он заложил первый камень в фундамент Пантелеймоновского собора. Имя монастыря и дало нынешнее название городу Новый Афон. Новый Афон. Их изначально ласкивались большихся людей и унесли далеко в горы. А когда враг отступил, спасенные жители вернулись в Питсунду и на старом пепелище возродилась жизнь. Сегодня Питсунда – настоящая жемчужина благодатной абхазской земли, царства солнца, сосен и моря. Морская вода здесь особенная, самая чистая и прозрачная на всем Черном море. И если первенство по прозрачности занимает Саргасово море до 60 метров, то вода у мыса Питсунда прозрачна на 40 метров. Это второе место в мире. А температура воды летом достигает 27 градусов. Знаменита Питсунда и уникальные реликтовые сосновые рощи. Питсунская сосна, появившаяся на планете еще в третичном периоде, сохранилась лишь на небольших участках Черноморского побережья, а здесь вековых сосен около 30 тысяч. Но, наверное, главная достопримечательность Питсунды – величественный и монументальный храмовый комплекс. Питсунский храм 9 века выделяется своими мощными формами и грандиозными размерами. Его считают одним из лучших памятников абхазского средневекового зодчества. И, наконец, сердце Абхазии, ее столица – Сухум, крупный культурный центр и важный морской порт. Это один из старейших и крупнейших городов Восточного Причерноморья. Его возраст – более 2,5 тысяч лет. Еще в VI веке до н.э. милецкими греками был основан город, получивший свое имя от братьев Диаскуров – покровителей и защитников всех путешествующих. По легенде, именно братья Диаскуры – Кастор и Палукс, сыновья Зевса – основали этот город, путешествия за Золотым Руном вместе с аргонавтами. Древнеабхазское название Сухума – Акуа, в переводе – Твердыня-крепость. Абхазская легенда гласит, что был это крупный портовый город и венчал его семибашенный дворец дивной красоты, высокий купол которого виден был с высоких гор и с моря. Много раз нападали враги на Акуа и, в конце концов, захватили и разрушили и город, и дворец.